МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния программа событий в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. В Брянской области стартовал отборочный этап Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги. В ближайшие несколько месяцев 10 любительских команд, разделенных на два дивизиона, будут бороться за главный приз турнира, возможность представить наш регион в финале проекта, который пройдет в мае будущего года в Сочи. В матче открытия ночной хоккейной лиги на лед вышел губернатор Александр Богомаз. Ледовый дворец Вымпел был выбран местом открытия фестиваля не случайно. Всего за несколько лет Трубчевск превратился в один из крупнейших центров развития любительского хоккея в нашем регионе. И как отметил губернатор Александр Богомаз, в обозримом будущем таких центров в Брянской области станет еще больше. В этом году будет еще в основном эксплуатацию два рядовых дворца. Это Сузенка и город Климов. Также в начале следующего года два спортивных сооружения Клинца и Упочек. А в село будет построено на программе совместных с Газпромом 12 спортивных сооружений. Также буквально два дня назад мы приняли в бюджет первого чтения против публичного слушания, где выделены деньги, я отмечу впервые, на настройку тех объектов, которые были заморожены. Все это позволит привлечь к участию в соревнованиях любителей хоккея из самых отдаленных уголков области. И сделает чемпионат ночной хоккейной лиги еще более представительным, а значит интересным. Мы все разные, хоккей один, звучит официальный девиз ночной хоккейной лиги. На льду известные политики, бизнесмены и простые любители хоккея. За 7 лет существования этот проект объединил сотни тысяч любителей хоккея со всей страны. Не осталась в стороне и Брянская область. В этом году в чемпионате двух дивизионах выступят 10 команд. В этом году турнир в нашем регионе вышел на качественно новый уровень. Впервые в нем участвуют представители дивизиона 18+, так называемой Лиги Надежда. Очень много игроков, которые 18 лет, моложе, 40+, естественно, они не могут попасть в этот дивизион. Поэтому было принято решение организовать дивизион 18+, где большинство игроков, которые любители ходят, играют, они будут участвовать в дивизионе 18+. Команд на самом деле много. Заявлено на этот сезон 5 команд. Участников около 100. Но в следующем году мы планируем еще больше команд, потому что желающие есть, резерв есть, люди есть. В ночной хоккейной лиге нет случайных людей. Здесь все в хорошем смысле больны хоккеем. Давно занимаемся. Команду создали в 2009 году. Команде уже 8 лет. Набирали команду долго. Но пришли все равно к результату хорошему, я думаю, потому что команда сплотилась. Нашли средства, нашли силы, время, возможности. И вот участвуем сейчас в турнире. Вслед за условной молодежью на лед вышли проверенные бойцы. Чемпионат в дивизионе 40+. Открывали хозяева площадки команда «Вымпел» и действующий чемпион «Партизан» во главе с губернатором Александром Богомазом. Принципиальные соперники выдали настоящий хоккейный спектакль с обилием заброшенных шайб, потасовкой и драматичной развязкой. Но у кого после таких поединков повернется язык называть игроков ветеранами, а матчи товарищескими. Сам по себе ход этого поединка, в котором зрители увидели все, за что мы так любим хоккей, еще раз доказал – всех нас ждет увлекательный чемпионат. Особенно интересным будет не только потому, что команды с каждым годом становятся более равными. Понимаете, критерий 40+, у нас подрастает молодежь, которым только 40. Игра становится острее, быстрее игра становится. У нас в этом году появился дивизион 18+. Тоже очень интересно и добавляет особую перчинку в чемпионат ночной хоккейной лиги. Развязка матча получилась и вовсе голливудской. Комфортные 3-1 в пользу «Партизана» горели на табло вплоть до середины третьего периода. Но хозяевам в концовке удалось сотворить маленькое хоккейное чудо. И за несколько секунд до середины вырвать победу в этом, казалось бы, уже проигранном матче. Партизан всю игру, можно сказать, ввел в счете, а потом в конце проиграл. Это говорит о чем? Что хоккей – это командная игра. Вот команда собрала Струбчевский и на последних минутах вырвала победу. Каждая команда оцелена на победу. Каждая команда понимает, что это путелка в Сочи, путелка на ночную хоккейную лигу, где в прошлом году наша команда участвовала. Партизан. Из 64 команд заняли 42 место. Но, что самое интересное, с каждым годом брянская команда все поднимается выше и выше. Дмитрий Кузнецов, Иван Зюрев. События. Трубчевск. Губернатор Александр Богома встретился со студентом Брянского государственного технического университета Дмитрием Костяшиным. Мы уже рассказывали об этом талантливом молодом человеке. Дмитрий принял участие в чемпионате мира по профмастерству WorldSkills в составе сборной России. Международные эксперты признали его лучшим в реверсивном инжиниринге. Глава региона вручил Дмитрию Костяшину благодарственное письмо и ценный подарок. В безоговорочной победе национальной сборной России в чемпионате мира по профмастерству есть и заслуга молодого жителя Брянска Дмитрия Костяшина. Студент второго курса магистратуры БГТУ участвовал в одной из командных компетенций. Данную компетенцию можно применять во многих сферах, поскольку команда включает в себя работу как инженеров, так и людей, которые работают именно с механообработкой. То есть это как бы имитация конструкторского бюро, также можно отнести ее к прототипированию, поскольку разрабатывается какое-то изделие и изготавливается прототип. Кроме состязаний молодой специалист по автоматизированному проектированию получил колоссальный профессиональный опыт. Во время подготовок, во время тренировок я действительно вырос как специалист. Я принимал лучшие международные практики, то есть работал на самом современном оборудовании. С признанием на мировом уровне Дмитрия Костяшина поздравил губернатор Александр Богомаз. Глава региона поблагодарил молодого инженера и его наставников, руководство университета и созданного при ВУЗе инжинирингового центра. Нужны профессиональные кадры для нашей промышленности, нашей экономики. Хороший пример для нашей молодежи. Губернатор подчеркнул, что технические специальности сегодня самые востребованные. Для привлечения молодежи к вновь уважаемым профессиям инженер, энергетик, конструктор в области делается многое. Открытие центров технического образования уже приносит свои плоды. В технические ВУЗы поступает более подготовленная молодежь. А за этими специалистами будущие успехи в народном хозяйстве. Дмитрию Костяшину, который теперь может стать тренером участников очередных мировых состязаний по профмастерству, губернатор вручил благодарственное письмо и ценный подарок. Также награду получил коллектив БГТУ, подготовивший талантливого специалиста. Александра Седачева, Владимир Шалободов, События Брянск. Президент России Владимир Путин выделил деньги на ремонт интернатов и техникумов в Брянске. Почти 8 миллионов рублей будут потрачены на ремонт крыши Брянского строительного колледжа. Транспортному техникуму выделят более 17,5 миллионов рублей. Средства пойдут на восстановление учебного корпуса и общежития. Брянский техникум питания и торговли получит отремонтированные лаборатории, залы и оборудование. Также будут приведены в порядок дом-интернат для престарелых и инвалидов и Трубчевский психоневрологический интернат. Мост будет точно по графику. На станции Брянск-Льговске Московской железной дороги продолжают строить новый пешеходный мост и уже начали укладывать пролеты. Каждая плита весит более 25 тонн, поэтому первым делом готовят кран, устанавливают противовесы. Сам кран имеет достаточную мощность и грузоподъемность 200 тонн. Краны подобного типа у нас на Брянске уже использовались. В прошлом году при строительстве путепровода на железнодорожном станции Брянск-Орловский. Основа пешеходного моста – плиты-пролеты. Всего их будет семь. И до нового года укладка всех плит будет завершена. В настоящий момент уже два пролета номер семь и номер шесть находятся на своих ординатах. Сегодня мы будем укладывать пролет номер один, завтра будем укладывать пролет номер два. Станция Брянск-Льговский – важный транспортный узел, поэтому движение грузовых и пассажирских поездов здесь не прекращается ни на минуту. Когда закончат с пролетами, предстоит следующий этап работ – строительство временных пешеходных сходов. После этого начнется демонтаж старого моста. В определенный момент оба моста будут закрыты. На это время запустят автобусы от улицы Белорусской до улицы Вторая аллея. Предусмотрено проектом также обновление инфраструктуры всей зоны вокруг моста, установка новых опор контактной сети, установка новых опор громкоговорящей связи, новых опор освещения, прокладка новых коммуникаций. Сейчас на новом мосту установлено уже четыре пролета. Игорь Умаров, Андрей Мазонин, События Брянск. Брянских мам поздравили городские власти. Накануне Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в городском Доме культуры Советского района собралось несколько сотен женщин – многодетных матерей, спортсменок, активисток. Татьяна Владимировна сидит как на иголках. Слишком много эмоций, говорит, за последние дни. На праздник ее собирала вся немаленькая семья. Шестеро детей, пятнадцать внуков. Мне весело. Вчера мы все собрались, накануне этого праздника. Дети сказали, давай, мама, устроим тебе День матери. Ну и вот, сами сделали обед. В одном только Брянске насчитывается около двух тысяч многодетных семей. Но в зале не только матери-героини. 300 самых активных в городской жизни женщин – ветераны труда, мастера спорта, руководители общественных организаций. Для них самые лучшие наши дети покажут свои таланты. Бесспорно, традиционным в нашем мероприятии является угощение. Мы угостим всех чаем. И я думаю, что этот день, конечно же, останется в памяти тех мамочек, которые собрались сегодня. Праздничные концерты собирают почетных матерей города с 98-го года. Только в этом году награды получили 150 женщин. Но главный подарок, признаются все без исключения мамы, – это теплые улыбки и добрые слова, которые звучат просто так, без повода. Дороже матери разве есть кто? Нет. Самый-самый дорогой человек – это, конечно же, моя мама. Самая хорошая, самая любимая, самая дорогая. Крепкого-крепкого здоровья, потому что она все для меня. Счастья, здоровья, чтобы она никогда в жизни не болела и всегда радовалась. Елена Бочкарева, Владимир Шалободов. События. Брянск. Накануне Дня матери брянских женщин поздравили представители регионального комитета солдатских матерей. Активисты общественной организации исполнили для женщин любимые народные эстрадные песни. Еще один подарок матерям – выступление солистов академического ансамбля «Песни и пляски» войск Национальной гвардии России, народных артистов Владимира Романова и Григория Пенясова. Благополучия семьям, мира, добра, всего самого доброго и самого прекрасного в их жизни. Активную гражданскую позицию нужно воспитывать. В течение года библиотеки нашей области проводили занятия с будущими избирателями. И вот Брянский избирком подвел итоги конкурса просветительских акций. Конкурс проводится уже пятый год и с каждым годом работы только прибавляется. Для избирательной комиссии является это основным направлением для повышения культуры избирателя. Также повышение уровня членов комиссий, которые организовывают выборы и проводят на территории Брянской области. Будущий избиратель будет более активным, если ему заранее рассказать и показать, что такое выборы. Больше активность – выше явка избирателей. Для этого преподаватели в школах проводили специальные занятия. Обучали избирательному процессу, праву. То есть они объясняли, кто такой избиратель, кто такой кандидат. Элементарные избирательные права гражданина им объяснялось на этих уроках. Также библиотеки проводили свои мероприятия, выполняли какие-то конкурсные работы. Повышение избирательной грамотности важно еще и потому, что в следующем году будут главные выборы страны. Выборы президента Российской Федерации. Все участники конкурса получили благодарственные письма от Брянского избиркома. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин. События Брянск. Брянская губерния стала первой компанией в регионе, которой вручили медаль за содействие добровольному донорству. Еще полсотни брянцев удостоены высокого звания «Почетный донор России». Вручение наград «Почетный донор России» – мероприятие традиционное. Награждение проходит в стенах Брянской областной станции переливания крови. Удостоены высокого звания те, кто более 40 раз сдавал кровь или ее компоненты. Более 50 человек, жители Брянской области, сегодня получили это четвертое мероприятие за истекший год. То есть за год мы, более 250 жителей Брянской области, получили это высокое звание. Желание помочь людям и быть полезным – главные мотивы для большинства добровольных доноров. Не просто медицинская процедура, акт милосердия. Мне очень приятно, что я вношу какую-то частицу для того, чтобы спасать людей. Это почетно быть донором. Во-вторых, мы приносим большую пользу деткам и взрослым людям, больным. Церемония вручения наград «Почетный донор» на этот раз особенная и для нашей телерадиокомпании. Брянская губерния стала единственной в Брянской области организацией удостоенной медали за содействие добровольному донорству. Федеральным медико-биологическим агентством Российской Федерации было принято решение о награждении коллектива Государственного автономного учреждения Десна, город Брянск, медалью за развитие донорства. Главный редактор, коллективу привет, поклон. Мы надеемся, что вы еще больше нам приведете. Спасибо. Десятки репортажей о сдаче крови и донорах, о работе службы крови в регионе, популяризация донорского движения и, конечно, участие сотрудников нашей телерадиокомпании. Елена Лыщицкая, Иван Зюрев. События Брянск. В Брянской области ликвидирован канал незаконной миграции. В поле зрения сотрудников пограничного управления ФСБ России по Брянской области попал проводник поезда «Тишинев-Москва». Он наладил изготовление и продажу фальшивых миграционных карт. Преступник предстал перед судом. Продажу поддельных миграционных карт наладил проводник поезда «Тишинев-Москва» Василий Катане. Он же проставлял фальшивые оттиски, дата штампов российских пограничных органов в документах иностранных граждан, пересекающих государственную границу. Преступная схема работы была отлажена. Клиенты приходили в купе проводника. Смотрите, все есть, нормально будет? Все посмотрим. На оперативной съемке передача денег. Гражданин одной из среднеазиатских республик рассчитывается за поддельные документы и проставленные дата штампы о пересечении границы. Все нормально. 100%. Вот это твои 2 тысячи, короче. Еще паспорт принес. Есть еще? Да, есть. Да, да. 100% это не паспорт. Преступник предстал перед судом. Свою вину он признал полностью. Приговором Володарского районного суда Василий Катене был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыт поддельных документов, предоставляющих права. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. Елена Лыщицкая специально для программы события. В Дубровском районе электрических сетей филиала ПАО МРСК Центра Брянской Энерго прошел день открытых дверей для школьников. Престижно ли, по мнению современной молодежи, быть энергетиком, узнала Кристина Перцхилава. Данная подстанция получает напряжение от 3 ВЛ 110 кВ, 2 от Жуковской подстанции и 1 от Рословской. Знакомство школьников с энергетическими профессиями началось с экскурсии на подстанцию Дубровская, которая является питающим центром двух районов – Дубровского и Рогнединского. А в особенностях ее функционирования, о том, как поступает электричество в дома и как вести себя вблизи энергообъектов, старшеклассникам рассказали работники Дубровского РЭС. Дни открытых дверей в подразделениях Брянск Энерго проходят регулярно. Они способствуют привлечению в энергетическую отрасль молодых специалистов, помогают школьникам определиться с выбором профессии. Нынешний день открытых дверей прошел в подразделении Брянск Энерго в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню энергетика. Регулярно у нас устраиваются Дни открытых дверей, приходят школьники, в принципе, предупускных классов. Интересуются нашей профессией, что необходимо сделать, чтобы устроиться к нам на работу. В ходе экскурсии десятиклассники из второй Дубровской школы побывали также в диспетчерском пункте. Сотрудники Дубровского РЭС познакомили школьников с принципом его функционирования, рассказали о важности профессии диспетчера. Ребята говорят, что в День открытых дверей они узнали много нового о профессии энергетика. Рассказывали, как получают электричество, когда она идет к нам в дом, вот еще как работают тут на электростанциях. Нужны и полезны такие? Обязательно. Они помогают определиться с профессией, ну и расширить кругозор. Нам рассказали, что делают электромонтеры, какова роль диспетчера, и вообще все люди связаны с энергетикой, что они делают и как они работают. Мне кажется, мы уже сейчас должны определиться, кем мы хотим стать, чтобы лучше подготовиться к экзаменам и поступить туда, куда мы хотим. И как можно раньше нужно узнать, что делают люди разных профессий. Интерес в глазах и шквал вопросов. Встреча с энергетиками продолжалась больше часа. Сотрудники Брянскэнерго уверены, именно после таких экскурсий в ком-то из этих ребят может зародиться мечта связать свою жизнь с энергетикой. На память об интересной для кого-то, возможно, и определившей дальнейшее будущее встречи, все школьники получили подарки. Кристина Пресхилова, Максим Кузнецов, События, Дубровский район. В Дядькове прошла историко-крывеческая конференция посвященная 25-летию возрождения Свято-Введенского храма. Посетить фото-выставку в городском музее Хрусталя и узнать историю православной достопримечательности села Любыш смогли гости и жители города. В этом году Свято-Введенский храм в селе Любыш отмечает 25 лет со дня своего возрождения. Рассказать историю церкви собрались дядьковские краеведы, журналисты и ученики местных школ. Участницы фольклорного ансамбля «Радовесть» детской школы искусств исполнили духовный стих. О том, насколько важно знать историю своего края, рассказал протоиерей отец Владимир Андреянов. Мы должны изучать вот эти духовные корни наших предков, которые благодаря своей духовности и жили дольше, и были нравственно сильнее нас. Поэтому мы должны учиться у них, перенимать их опыт духовной жизни на примере истории нашего храма. История Свято-Введенского храма начинается с первой половины XIX века. В 1937 году советская власть превратила его в зернохранилище. Во времена войны храм служил оборонительным зданием от фашистских захватчиков, а после распада СССР в 1992-м передан Русской Православной Церкви. Когда туда приезжаешь, прихожан немного. И вот этот дух молитвенный, когда мало прихожан, и все углублены в себя, все молятся, это очень благодатно. Также праздничное богослужение и фотовыставка пройдут свято в Веденском храме 4 декабря. Елизавета Зеленина, Андрей Мазунин. События. Дядьковский район. Государственная программа переселения соотечественников идет полным ходом. По всей Брянской области встречают иммигрантов из бывших стран СНГ. Помощь в трудоустройстве активно оказывают городские центры занятости. Так, в Трубчевске помогли найти работу двум семьям, приехавшим из Украины. Екатерине всего 23 года. После того, как она закончила музыкальное училище в Луганске, на Украине началась война. Вместе со своим молодым человеком решила перебраться в Трубчевск. Здесь Катя узнала о программе переселения. В центре занятости оформила документы, получила пособие и нашла работу. Талантливого музыканта приняли в городской школе искусств, где она и стала вести уроки игры на Домре. У меня сейчас в классе 16 учеников. Они все абсолютно разные по возрасту. От 7 лет и до 15. Самому старшему моему ученику в данный момент 17 лет. Мне с ними нравится работать. Они все разные, они все интересные. Нравится находить к ним подход. И я надеюсь, что они меня тоже любят и уходят с удовольствием на мои занятия. В музыкальном коллективе Екатерина встретили с большой любовью и пониманием. Помогли ей быстро освоить материал, после чего она стала не только преподавать, но и организовывать различные мероприятия и концерты для детей. Преподаватель, ищущий, не зацикливается на том, что она получила в своем музыкальном училище. Интересуется новинками нотной литературы. Интересуется новинками в исполнительском стиле, домристов, гитаристов. Затем сама очень инициативный товарищ. И не спев прийти к нам на работу, первый же год она приняла участие в областном конкурсе преподавателей. А это Екатерина Горбунова-Арцева. Раньше жила и работала музыкальным педагогом в городе Дебальцево Донецкой области. С началом военного конфликта на Украине с мужем и двумя дочерьми она приехала в Трубчевск. Новые знакомые посоветовали Екатерине устроиться на работу в местный детский сад. Мы пошли оформились через центр занятости. Обязательно, что по-другому. Меня никак никто не хотел оформлять, потому что документов российских нет. Меня оформили. Муж работал какое-то время участника. Было очень страшно. Коллектив большой, детский сад очень большой, как это все примут, тем более иностранные граждане. И все относились, каждый по-разному. Но в основном все относились с сочувствием, с сожалением, с пониманием даже. Соотечественникам, ставшим участником программы переселения, предоставляется право на получение государственных гарантий и социальной поддержки. Многие из них уже получили квалифицированную помощь. С 2014 года на территории Брянской области работает программа, направленная на прием и обустройство соотечественников, которые проживают за рубежом. Эта программа рассчитана до 2020 года. По данным УФМС России, в Трубчевском районе с 2015 года зарегистрировано 146 участников этой подпрограммы. 82 человека из них уже получили единовременные выплаты в сумме 5000 рублей. Подробную информацию о программе можно получить в ближайшем центре занятости населения, отделению УФМС России и на их официальном сайте в интернете. Елизавета Зеленина, Иван Зюрев, События, Трубчевский район. Новости и программы телеганала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте и в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр. Будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка – все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива и это просто.